Трубы у дома, но подключать их не планируют. Уже несколько лет газ Санникова. Недоступная роскошь. Много людей живут где-то у родителей, где-то снимают квартиры, потому что не сегодня-завтра будет газ, не сегодня-завтра будет газ. Обещали письменные где-то даже по телефону, что обязательно нам пустят газ в этот период отопительный, 20-21 год. Но вот сейчас мы опять не знаем, дадут нам его на самом деле или нет. О газификации в Санниково заговорили еще в 2010-м с раздачей участков. В 2013-м люди заплатили по нескольку десятков тысяч за работы, которые начались в 2015-м. В 2018-м газопровод сдали и процесс встал. От долгого ожидания половина жителей уже купила котлы на твердом топливе. Многие из людей уже купили эти котлы, то есть внутренняя есть разводка, то есть здесь стоит два типа системы отопления. То есть это газовая и, соответственно, твердотопливная. Поэтому если дадут газ, то вложенные деньги в твердотопливную систему, они просто будут, мягко говоря, выброшены на ветер. В администрации Первомайского района нам пояснили, что газопровод строила одна компания, после ее банкротства вторая, а под управление передали третьей. И последняя выдвинула замечания, которые нужно устранить для запуска газопровода. И по словам специалистов, большинство замечаний на уровне документов. Есть замечания, которые действительно объективные, которые необходимо устранять. Есть, скажем так, надуманные моменты. Если будут сильно опираться, будем менять эксплуатирующую организацию, предлагать газопроводу другой эксплуатирующей организации, издавать его. Управляющие компании нам пояснили, что документы на передачу в эксплуатацию они получили только 16 сентября. Дата совпадает с окончанием строительства газопровода. Замечания газопроводу касаются технической части и документов, подтверждающих работоспособность сети. В ходе проверки объекта выявлено 25 замечаний. Основными являются отсутствие подписей представителей строительного контроля и подрядчиков, отсутствие сводной таблицы сварочных стыков, истечение сроков испытаний газопровода на герметичность, отсутствие контрольной топографической съемки, поставленной на учет в архитектуре муниципалитета. Все эти замечания, по мнению специалистов, по сути говорят о том, что нельзя утверждать, что газопроводная сеть построена с учетом всех необходимых норм и правил и пригодна для эксплуатации. Эксперты говорят, замечания возможно исправить до конца года и пустить, наконец, газ в дома. Как пояснили в администрации района, документы с исправленными замечаниями направят в Газпром уже сегодня. Остается надеяться, что объект все-таки примут, и зиму сельчане встретят в теплых домах. Никита Ермаков, Николай Шилко. День с толком.